В прошедшую пятницу прошло заседание Общественной палаты города Магадана, в ходе которого активисты обсудили несколько тем. Одна из них – установка на территории областного центра стелы с изображением герба Магадана и текстом указа президента о присвоении звания «Город трудовой доблести». Быть удостоенным такого звания – высокая оценка за вклад колымчан в победу в Великой Отечественной войне и память о тех, кто отдал свои жизни на возведение и развитие города. Около года назад военно-историческим обществом проводился всероссийский конкурс на стелу, которая будет установлена во всех городах, получивших звание «Город трудовой доблести». Из 20 разных проектов, которые представили талантливые архитекторы и скульпторы, победил проект Дениса Стритовича. Администрация областного центра связалась со скульптором, и он сразу обозначил несколько вопросов, которые должны решить до того, как он прилетит лично. Самый первый шаг – это определиться с местной установкой данной стелы. От этого очень многое зависит. Это должно быть одобрение наших местных архитекторов, всех, кто занимается, в том числе и населения. Дальше. И второе – это разработка самой концепции изображения. Там различные материалы, это вот сегодня современные самые, как вы представляете, как фотографии будут, но они нанесены будут или на металл там специальный, но это все оговаривается, все разрабатывается уже на месте, и в зависимости от стоимости, сколько это будет стоить и от нашего желания. Одним из вариантов для возведения стелы выбрали небольшой сквер на 31-м квартале, потому что это очень удачное место для расположения монумента. Во-первых, это въезд в город, и все гости столицы Колымы сразу смогут увидеть эту великолепную стелу. А во-вторых, там есть проходная зона, поэтому люди легко смогут подойти ближе и внимательно ее рассмотреть. Кроме этого, на заседании общественники подняли вопрос, связанный с вакцинацией против ковида. В начале лета прививали около 700 человек в день, в связи с тем, что многие собираются улетать за пределы региона, где необходима справка о вакцинации, и также это нужно для будущих студентов. Но по словам главного врача городской поликлиники Игоря Николова, сейчас, когда в Магадане хорошая погода и у колымчан появляются другие интересы в виде отдыха на море, рыбалки или охоты, то на все три стационарных пункта и три выездные бригады на прививку приходят около 200 человек. Это четко показывает, что темп вакцинации значительно снизился. Мэр областного центра Юрий Гришан считает, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы не потерять и этих 200 человек в день. Многие прибываются, и в том числе и первый, и второй, за пределами находясь в отпусках. У нас где-то 40% магаданцев находятся сейчас в отпусках. Вот они начнут возвращаться, и очереди в поликлиниках будут возрастать. Тем более, если еще и будет так, как говорили о том, что в календарь прививочный поставят как обязательно, тогда будет еще сложнее.